Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И совсем недавно в моем телеграм-канале я увидела, что мои подписчики скидывают мне ссылку на вот эту интересную игру. Как оказывается, в этой игре есть я, и мне стало очень любопытно узнать, в чем суть этой игры, и сегодня в этом видео попробуем вместе с вами пройти эту игру и вообще узнать, в чем ее смысл. Ну а перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Поставьте лайк под этот видос и небольшая рекламка. Пристань робуксов – это сайт, который работает более пяти лет, где робуксы всегда в наличии, а курс очень выгодный. Но также спешу сообщить, что у них изменилась ссылка сайта, и теперь это robuxpeer.gg. А теперь, благодаря их сайту, вы можете получить робуксы абсолютно бесплатно. Для этого переходите в их дискорд-канал, приглашайте своих друзей и получайте бесплатные робуксы. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше бесплатных робуксов получите. Все более подробно вы можете узнать, перейдя в их дискорд-канал по моей ссылке в закрепленном комментарии. Покупай робуксы выгодно и безопасно, только на робукспир.gg. Так, ну что ж, ребят, вот у нас наша игра. Давайте попробуем зайти на нее и посмотреть, в чем же ее смысл. Игра у нас называется «Что за роблоксер?». Окей, интересно, интересно. Ребят, обязательно в комментариях напишите, какой ваш любимый роблоксер. Так, ну что ж, игра у нас прогрузилась, и вот я на таком плейсе оказываюсь. Ага, интересненько. Тут у нас есть пару мест фотозоны. Так, тут даже есть какая-то доска почета. А, топ-донатеров. Ну, это не ко мне. Вау, как интересно, как интересно. Ладно, ну что ж, ребят, я так понимаю, у нас тут есть три платформы. Тут у нас какая-то платформа с... А, она только будет открыта через 13 часов. Ладно, понятно. Может быть, вы попробуете успеть к этому времени. И вот у нас тут такие две платформы. Давайте попробуем начать вот с этой самой интересной. Тут как раз есть я. И смотрите, ребята, нам тут дают подсказку. Нужно выбрать роблоксера, чей персонаж связан с предметом в центре. Ага, и тут у нас, я так понимаю, предмет мед. Хм, интересно. Ну, я точно не связана с медом. Скорее всего, вот эта у нас девушка. Если честно, я не помню ее имя. Может, вы помните? Я думаю, что нам нужно нажать именно сюда. Ага, значит, получается, что я прошла верно. Если мы проходим неверно, то мы оказываемся в режиме полета или просто скипаемся из сервера. Окей, ладно, идем дальше. Какой персонаж связан с этим предметом в центре? А что это у нас такое? Ребят, что это? Это какая-то маска в виде уточки? Ага, интересно. Ну, пойдемте попробуем вот сюда вот пройти. Надеюсь, что я сейчас не упаду. Держись, держись, держись. Ага. Если честно, я не имею ни малейшего представления, кто бы из этих роблоксеров смог связан быть с этой маской для лица. Может быть, ребята, вы знаете, давайте подсказки в комментариях, в чатик пишите. Ну, давайте попробуем вот эту вот. Выбрать вот эту вот подсказку. Ага, я проиграла. Ну, блин. Короче, я снова оказалась на этом месте и только перешла теперь вот на правую сторону. Давайте попробуем выбрать у нас раблужку. Ну, почему-то мне так интуиция подсказывает. О, нифига, я угадала. А при чем тут вообще маска для лица? Ну, ладно. Ага. Какой персонаж связан с этим предметом в центре? И теперь у нас вот такой вот собакин. Это, по-моему, из какой-то игры. Но я настолько глуп, что я не знаю, что это за игра. Ладно, погнали. Нам тут еще предстоит пройти какой-то аж целый кве. Ё-моё. О, у меня же с ТТ-3 все плохо. Я тут даже до центра, наверное, сейчас титоперусь. Хотя нет, в принципе, в принципе, да. Ну, почему-то интуиция. Давайте я буду отталкиваться от именно интуиции. Интуиция мне подсказывает, что это вот у нас этот персонаж. Вот этот раблоксер. Именно с этим раблоксером связано. И, ребят, да, я угадала. Интуиция мне подсказала верно. Что далее? Далее у нас вот такая вот маска. Маска, маска для лица. Интересно. Ну, это точно со мной не связано. А связано с кем? Боже, как все сложно, ребята. Как все сложно. Я догадалась. Я догадалась, с кем связано. Все, идемте вот на эту платформу. Это у нас вот этот персонаж. Вот этот раблоксер. Да, я угадала. Боже, что теперь мне предстоит делать дальше? Интересно. Ага, далее вот этот вот предмет. Что это? Это у нас божья коровка. А, все, я поняла. Это леди баг. Ну, только теперь все не так просто. Мне нужно еще попасть и пройти этот лабиринт. И найти этого раблоксера в лабиринте. Боже, ребята, вы не представляете, как я ненавижу бегать по лабиринтам. И никогда не могу найти выход. Честно, я уже бегаю 5 минут и не понимаю, в какую сторону мне бежать. Я максимально запуталась. Может быть, у вас получится пройти с первого раза. Но это, походу, история точно не при меня. Поэтому, ребята, пойдемте перейдем на другую платформу, которая, как по мне, кажется, более полегче. Все, ребята, короче, я захожу вот именно на эту платформу. Мне кажется, она будет чуть попроще. Так, и тут, я так понимаю, такой же принцип. Подсказка. Альфа-дед. Ну, я такие слова, ребята, почти не знаю. Но мне что-то кажется, что вот это вот именно вот этот персонаж. Потому что, ну, по картинке как-то логично. Амешка. Амешка, что бы это могло значить? Ну, мне кажется, что это ко мне точно не относится. Поэтому это будет вот этот у нас персонаж. Ага, подсказки нету. Значит, просто проходи мимо. Ладно. Это потому, что я... О, боже, я не буду произносить это слово. А то вдруг еще мне что-нибудь скажут. Это вот мы проходим сюда. Уву-тян. О, кстати, я видела эту девочку на ютюбе. Это по-любому она. Банан захотелось. Ну, тут логично. Потому что ник бананочка. Поэтому выбираем вот этого персонажа. Подсказки нету. Так, мне кажется, разработчику нужно доработать все подсказки. Или же как-то это, устранить эти баги в игре. Она мне подмигнула. Это по-любому суда нам нужно идти. Этот персонаж может помочь вам получить бесплатные вещи. Ну, это, мне кажется, Ред Кэт. Король ФНАФа. Я не знаю, что это за слово. Но я думаю, что это вот этот человек. Утю-тю. Ну, если у тю-тю, то это однозначно Бэйби. Этот персонаж из Шанхая. Откуда мне знать, что кто-то тут из Шанхая? Ладно, но мне кажется, что это этот персонаж. Королева Адоптми. А тут, по-моему, эти два Реблоксера тоже играют в Адоптми. Они все играют в Адоптми. И я играю в Адоптми. Так что меня тоже можно назвать Королевой Адоптми. Ну, давайте попробуем сюда. Я проиграла? Капец. Вот так вот, ребят. Вообще плохо Роблоксеров знаю. К сожалению, так и не получилось мне узнать все-таки, какой предмет связан со мной. Поэтому, ребят, если вы узнаете, то обязательно вступайте в мой Телеграм-канал и скидывайте мне фотографии. Мне потому что очень интересно узнать, что же все-таки это за предмет. Давайте я попробую сохранить интригу и не проходить до конца. Вы это попробуете сделать самостоятельно. Ну, а на этом, ребята, наше видео подходит к концу. Если вам понравился данный ролик, то обязательно ставьте лайки, классики. Всем спасибо за просмотр.